вот такой кусочек кремния мной обнаружен на котором очень читаемые пузулиниды посмотрите это не прям как маленькие червячки а здесь мы похоже можем наблюдать где он тут а вот вижу кусочек ростробелемнита очень маленький весь обломанный ну по крайней мере это первый кусочек ростробелемнита который мне попался на этих отвалах моя первая барахиопода на этом карьере да что ж такое то сегодня с четкостью ну такая вполне себе симпатичная вполне читаемые и почти целые вот такой кусок известняка мной найден здесь мы можем наблюдать членники морской лилии вот членники морской лилии это тоже всевозможные иголочки параманиферы и пузулиниды вот иглы морского ежа пузулиниды и вот мелкие параманиферы какой замечательный образец мы с вами нашли здесь мы можем наблюдать гастроподу вот она какая интересная несколько плоская необходимо препарировать ой даже не знаю стоит ли препарировать потому что здесь мы также можем на этом куске наблюдать и фузулиниды и параманиферы и мшанка наверное есть смысл оставить вот этот кусок таким какой он есть вот такая маленькая брахиоподинка мне попалась вот она смотрите вот буквально с ноготь размера отправится у нас это гастроподинка брахиоподинка бежевск как линия о спасибо все теперь это и живчанка посмотрите какой коралище какой ругозище мне попался таких больших не еще не удавалось встречать смотрите как он хорошо читаем замечательная находка причем тут их два похоже слепилась вместе прекрасный коралл снова нашему вниманию предстал одиночный коралл ругос вот он не такой большой как предыдущий но тоже очень читаемый такой ругос замещенный кварцем мне попался по моему это или кусочки дерева или кусочки какого-нибудь коралла членники морской леви спрятались в траве так вот они прям сразу несколько дисков вместе соединены вот такая крупная брахиопода на этом камне извлекать ее конечно не буду это много времени и сил и на это потрачу подобное брахиопода у меня есть но сам факт того что это брахиопода была найдена в кжеле тоже радует теперь я хочу перейти к обзору окаменелостей кжельского стратотипа эти образцы ранее принятые мною за кусочки окаменелого дерева по всей видимости являются кусочками колониального донного животного пшанка на что указывает характерная сетчатая поверхность видите видите в кузове горбưỡ�е на кузове по на кузове на кузове на высых на кузове на кузове и а сом сом поменьше но очень хорошо читаемый и вот такой вот маленький замещенный алцедон вот такая вот маленькая прохиопода который еще подлежит препарации кусочек кремня с фузулинидами вот такие вот маленькие человечки но и практически морское дно где мы можем наблюдать гастроподу узулинид и брахиоподу членик морской лилии мшанка иголки морского ежа снова мшанка брахиопода опять мшанка здесь вот еще то ли иголочки то ли сложно сказать брахиоподы и с этой стороны мы тоже видим множество фузулинид всевозможные иголочки и если присмотреться также можем увидеть фара маниферы считаю что и этот поход оказался удачным надеюсь что он вам также понравился как и мне если видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч